Всем привет, с вами Ульки. И сегодня настало то время, когда мы будем проходить с вами короткие истории. И первая наша короткая история это прикрытие захватчика. Давайте, собственно, войдем, начнем и посмотрим, что же нас ожидает тут. Роберт, я здесь. Да, Хевенхолт купирован учреждением очищения 13-го ордена. Передавая линия проекта, очищена материнской планеты. Очищение материнской планеты. Как вы знаете, здесь ходят страшные слухи. Ужасные вещи происходят не только с заключенными, но и с нашими солдатами. С помощью этой камеры я буду раскрывать правду о 13-м ордене. Хорошо, я захожу, пожелайте мне удачи. Так, значит, мы играем, получается, не своим строим. Ну, хорошо. Так, фоткаем. Великолепно. Достойное фото. Но только сенсацией мне это не сделать. Давайте в кустах сныкаемся и попробуем с кустов зона спрятать. Тьфу. Сфоткать. Сойдет. Я уже снял эту сцену, ну и пошел нахуй. Так, по сути, что нам нужно делать? Нам нужно тупо снимать все подряд. Все, что видим, то и снимаем. Пленка у нас бесконечная. Это не то, ну и черт с вами. Значит, все подряд снимать мы не будем. А, по сути, нам даже нужно что-то определенное снимать. Отлично, я могу это использовать. Хорошо, сенсаций один, но этого мало. Этого прям очень мало. Господа хорошие, вы меня пропустите. И то. Да, я дамочка в бикини, почему нет? Ты смеешься? Как ложь может быть такой удобной? Ладно. У меня есть фото. А, только посмотри. Даже если бы ты говорил правду, ты не можешь сделать фото без согласия. Хорошо. Тогда я фотограф. Верховный священник сказал никаких интервью. Исчезни. Ладно, хорошо. Я девочка. И Бетти. Бетти. Палантинка Бетти из отдела полиции. Я буду следить за общественным порядком. Оставайся здесь и не двигайся. Не вздумай проскочить, понял? Стой, подожди меня. Ну, пока не свалили отсюда. Я хочу загонять назад и посмотреть. Нету ничего, нет. Ладно, все, заходим. В принципе, эти дебилы оставили свой пост. И нам ничто не стоит. Так. Вот, прекрасно. Интересно. Насколько вообще дальняя камера? И насколько нужно мне проходить дальше этого всего? Я, кстати, могу бы он понимать, да, ловить от этого? А что мне с ними вообще делать? Ну, черт с вами. Просто покидаем пока. Блин, он почему-то врезается во все стены. Слушай, а у вас? Нет, у вас, пожалуй, нельзя камерой нас разхерачить. Так, тут у нас что? Тут ничего. Ну, по большему счету, я понял, все, отстань. Да, да, да. По большему счету нам, наверное, вот сюда вот покидать бомбы. Так, пока там внизу нет, не работает. Ну, а потом с ними разберемся, пойдем наверх. Внизу нас ничего не ждет. Все закрыто, все заперто. Тут непонятные мне люди тоже закрывают нам вход. Проход и прочее. У нас тут много. Э, хорош, не преследуйте меня. Как-то здоровое на самом деле. Подожди. Так. Угу. Давайте сфоткаем пока что. Мы должны нас чистить. Что же зараженных существ? Ну, я понял, короче, нам нужно этот цветок сжечь. Это ваш, это ваш весь идеолог, да? Хорошо, черт с вами. Пусть будет так. Короче, влетаем. И не успел. Куда мне откинуло? Не так уж и далеко, кстати. И довольно приятно то, что нам в руках оставили эту хрень. Так, поджигаем. Поднимаем. И сжигаем. Не работает. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда кинем тут и пускай лежит. Мы еще сюда вернемся. Понятно. Для этого нам и нужна была эта храбора. Поджигаем, взрываем и прощаемся с этими захватчиками навсегда. Потому что больше им не жить на этом свете. Что-то интересное. Пускай остается, но... Почему это не то, блин? В захватчике... В захватчике куда-то телепортируют людей, которые... Замороженные. Почему это не то? Как по мне, это довольно интересно. Кстати, могу, нет, могу, ладно. Так, 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 куда мне вообще идти? Ну ладно, понятно, куда идти. Зачем мне туда идти? Это выход. Выход с уровня или не? Или не с уровня? Подожди. Тут что-то есть. Ясно. Мы не должны. Заткнись. Число моих антител сейчас очень близко. Всего одну нужно съесть, бла-бла-бла. Слушайте, это что-то новое, интересное. Лупинга саморозил их. А нет, Коко. Это нарушение военного закона. Ты. Ты такой дерзкий, когда ты всего лишь один из зараженных существ. Бет, это не понравится, не так ли? Справишься с этим? Блин, ну, этот диалог придет к финалу или нет? Так, извиняюсь, пришлось немножко отлечься. Но мы продолжаем. И закончили мы на том, что Коко заморозила этих двух ребят. Можно подумать, что она такая плохая, такая на стороне захватчиков и так далее. Но, загляните на это с другой стороны. Если бы она их не заморозила, то, скорее всего, захватчики сожрали бы их. Поэтому своего рода она просто спасла их. Ладно. Основу мы сделали. И теперь наша задача это найти какого-то здоровенного человека. Чтобы запечатлеть его лик. Ну и, собственно, добыть еще немножко сенсации. Так, я не знаю, для чего мне это, почему мне это. Но давайте с собой отнесем. Вообще, давайте бросим тут это, потому что мне это не особо нужно. Здравствуй, господин захватчик. Как у тебя дела? Пожалуйста, пощадите меня. Я никогда не прихожу в мирного договора с контрбей... С контрбейцами. Нет. Что, нет? Пойдем за мной. За мной иди. Да, дебил и кусок. А, погоди, вы за мной охотитесь? Предположим. Для этого образца я увеличил концентрацию цветочного сока на 11%. Надеюсь, это поможет. Разве это не опасно? Возможно, стоит нанять больше охраны? Да, о чем ты говоришь? Если к завтрашнему дню мы не покажем никакого прогресса, то нас будут проводить тесты. Заткнись и держись за него. Не за него, а держи его. А, пожалуйста. Нет. Все хорошо. Все хорошо. Пощадите меня. Пощадите. Скоро все закончится. Черт, еще одна неудача. Ладно, я больше не буду врачами как бы это имитировать. Фу. Успех. Волшебный раствор был в 11%, а идеальный образец мужчины 20 лет. Это доказывает мою теорию. Ну, сука. Так, отлично, я могу это использовать. Прекрасно. Так, теперь мы знаем, откуда они появились. Помогите мне. Да, пошел ты нахер. Сдохни, скотина. А тут вопрос в другом. Как мне отсюда выбраться? Ух ты. Слушай, а ты куда роешься, а? Да, черт с ним. По приколу. Прикольно. Ладно, пойдем дальше. Так, возьмем факел с собой. Мало ли пригодится. Слушайте, а там еще проход вниз был. Блин, с ними долго возиться. Быстро пробегу, да. Да, тут еще проход вниз есть, но там ничего нету. Тогда возвращаемся назад. Нахер. Стоп, э. Все, нахер. Так, факел. Факел бросим сюда. И вот тут это, что нам нужно. Мы также не прошли вниз еще. Куда-то еще в сторону тоже не прошли. Ну, ладно, потому что. Почему здесь так темно? Потому что нету света, логично. Так. Просто из-за режима фотографов так не выйдет. Ну, конечно, не то это. Ну, погоди. Я по твоему столу полазаю. На кровати попрыгаю. Ну, давай поговори со мной. Это священник. Наверное, хуже знает. Теперь я его могу сфоткать или как? Что тебе, блядь, не нравится? Ты хотел сюда попасть? Ты попал сюда. Ты хотел это сфоткать, увидеть и так далее. Ты это сделал. Что тебя не устраивает снова? Ты потерялся? Ваша посылка здесь. Хм, расслабься. Почему бы не расслабиться? Мы оба люди. Ну, по тебе не скажут, что ты человек. Кто здесь не солдат? Я просто человек, занятый своими делами. Да, я угадаю. Ты журналист. Ну, это не важно. Лучше быть осторожным. Все мне немного разозлились из-за неожиданного возвращения крысы. Я буду молиться, чтобы тебя не поймали с твоей удачей. Ну, молись. Молись. Я свободен? Да. Так, ну я, в принципе, не хочу туда идти. Мне бы... Мне бы в небо. Ну, ладно. На самом деле, мне бы сюда как-то попасть. А, тут ход есть. Прикольно. Моя сестра где-то. Это плевать мне, твоя сестра. Слушай, отдай... Отдай мне, пожалуйста, куб. Ах ты ж, блядская захватческая рожа. Давай быстрей, бомба. Все. Идем, 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 идем. Нормально. Держи. Похерам. Ну, ладно. Ладно, я тебя понял. Что мне сделать тут? Как-то вот на это влияет бомба, но я не понимаю просто. Тут тоже не пройти. Давайте... Да-да. Ни туда, ни сюда. Пойдем дальше. Вот тут еще проход какой-то есть. Да. Давай пойдем сюда. Что у нас тут? А, тут у нас снова захвачки. Понятно. Черт с вами. Да я понял. Все, встаньте в очередь. У нас на всех не хватит. Грибной суп. И это все? Какая-то глупость. Да я понимаю, что этого недостаточно, но ты сам видишь, они это. Они не двигаются. Какой смысл в этом всем? Да я... Ну, помчали тогда за этим. Найдем. Попытаемся найти этого. Куда он убежал? Да он куда-то сюда убежал. Тут его нету. Кстати. У нас, в принципе, все через призму камеры идет. Ага. Вот тут спуск в подземелье. Прекрасно. Значит, нам туда как-то нужно попасть. И получается, что нужно изнутри попасть туда. Замечательно. Так, с этим не получится. Кстати, кстати, кстати. Если через призму камеры, то тут им просто похер. Угу. Да я понимаю, что ты сказал эту сцену мне. Какой бать. Этот со своим супом убежал. А, вот он. Хорошо. Окажи мне услугу. Что за чудак? Никому не говори. Мы попадем в беду, если главный священник узнает. Я тоже хочу пройти. Кто здесь? Я здесь. А может, мне это нужно было сфоткать? Скорее всего. А, нет. О, точнее. Вот, съешь это. Вот это действительно сфоткация. Отлично. Я могу это использовать. Спасибо большое. Прекрасно. Что-нибудь дальше будет, нет? Нет, не будет. Ладно. Так. Ну, вот мне с ней нужно решить вопрос, потому что у нее куб. Я в душе не знаю, кто ее сестра и где ее достать. Ладно. Побежали наверх. У нас выбора особо больше нет. Если что, с ней просто потом решим. Что, как, куда и почему. Бед. Погоди, это выход с уровня. А может быть и не выход с уровня. Ладно, давайте просто попробуем выйти и посмотрим, что будет. Ну, за работу. Я напишу лучшую статью за всю историю человечества. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, пускай так будет. Трупы жителей от холода лежат перед крепчением 15-го ордена. Знаешь, если они наши враги? Это разбивает на сердце. Орден переходит все черты. Бла-бла-бла. Солдаты без колебаний нападали на беззащитных заключенных. Прекрасно. Свет во тьме. Был солдат, отдавший еду заключенным, страдающим в плохих условиях. Его действия заставляют усомниться в правильности наших поступков. Я видел, как орден использовал наших людей для изготовления биологического оружия. Доби Амор Парефорза. А, ну, понятно. Дальше на нерусском идет. Я заснял попытки ученых исследовать объекты, оставшиеся после зараженных. Разве не лицемерие использовать их вещи, когда они клялись и очищали зараженных? Не понял. В смысле? Ладно, плевать. А, нет, нам еще одну сенсацию нужно было достать. Ну, ладно, пускай будет. Запечатлыл, как орден использовал силы зараженных. Я не могу поверить. Образцы отправлены на материнский корабль. Прошли через зараженные. Хорошо, теперь мне осталось написать заголовок статьи. Фу, пускай так. Мое прикрытие в ордене вторжений в Хэмэнхолде привлекло много внимания. Люди начали сомневаться в ордене и вторжении в Хэмэнхолд. Улицы наполнены протисущими против 13-го ордена. Я стал лучшим журналистом, собравшим все богатство и славу. Да, Роберт. Меня зовут читать лекции. Ты даже не представляешь, сколько людей хочет услышать мой голос. Да-да, давай отпразднуем. Мне нужно поспать, если я не хочу опоздать на завтрашнее церемонию. Роберт, о чем ты говоришь? Роберт? Роберт? Давно не виделись. Помнишь меня? Ты? Ты тот человек из ордена? Что? Как ты попала сюда? Бинго! Фотографическая память идет такому талантливому журналисту, как ты. Неплохо для пешки. Ой, боже. Тёмный мах. О, боже. Священник 13-го ордена. Тёмный мах. Это было правильным решением освободить тебя. Как? Как это? Благодаря твоей статье все противники ордена начали выходить на улицы. И я избавился от всех. Безотомительная необходимость их выслеживать. Вы, ребята, думаете, что можете продолжить заниматься этой херней? То, что ты делал в 13-й ордене, несомненно, зло. Спасить ли этого бы не хотели? Даже если ты что-нибудь со мной сделаешь, правда нельзя скрыть. Шш, тихо. Я думаю, стоит... Стоит ли тебя оставлять? Журналисты бесполезны без своих блокнотов. Ну что ж. Когда пешка мне больше не нужна, очевидно, что я выброшу её. Ну, это сцена уже из 10-го мира. Земля, к которой мы принадлежим, священная война, чтобы вернуть эту землю. Мы на пороге этого. Теперь мы все... Тавид перед спасителем. Тавид. Сделай пружой вперёд. Уничтожь нашего врага и забери обещанную славу. Очень понятно, наш разум поработили. Мы любим нашего спасителя. Короче, получается то, что мы написали голимую статью и подставили всех. Ну, и с ними на самом деле. Ну, всё нас раздражает уже. Ну, вот то, что мы не набрали ни жёлтых камней... Да вы поймёте писать. То, что мы не набрали ни жёлтых камней, ни мозаики до конца не собрали. Меня немножко это печалит. Потому что... Потому что это реально печалит. Так, давайте попробуем чисто по красным пройтись. Посмотрим, на что вы увидите такая история. Но по факту, на самом деле, это ничего не решает. И это чисто выход с уровня. Блин, давай быстрее. Почему нельзя это просто вот поскипать немножко? Нет-нет-нет, тихо, не зелёное, а красное. Просто банально. Я сейчас буду перезаходить это, перепроходить это и прочее. И мне придётся ещё раз это смотреть. Поэтому... Ну, давайте теперь такой выбор сделаем. Бла-бла-бла, массово восхваляли порядок и славило честное, смеяясь над низшей расой. Пусть я заполненную рожаром, поддержившись с 15-го ордена. Я стал лучшим журналистом, собравшись всё богатство и славу. Так, пропускаем это всё. Появляется наша бет. Давай, появляйся. Бла-бла-бла-бла. Давай. Я не думаю, что диалоги как-то поменяются и прочее. Короче, в этот раз он нас не зомбирует. Да, не, он нас также зомбирует, но в этот раз, типа, он исполняет наши желания, потому что мы так охеренно... Мы так охеренно поработали. По сути, концовка не меняется. Безразличность тоже нету смысла, ничего не писать. То есть тут нужно найти какой-то баланс между тем и тем, чтобы они... А может быть, не нужно никакой баланс искать. Оно, может быть, так и будет. Короче, знаете что? Я пока не знаю, как тут пройти. Я сейчас зайду, побегу еще. И потом уже вставлю на редакторе. Поэтому пока что так. Короче, я, в принципе, понял, как проходить. Просто за этими толстяками нужно идти. И, как знаете, это... Я не помню, на каком уровне мы ходили за колючей херней. И тогда нас не палят. Да, это неудачный пример. Хотя бы не с самого начала нужно начинать. Ладно. Чисто случайно, знаете, получилось. Вспомнил на, по-моему, в 8-ом миде или на 6-ом было. Вот так вот. Ладно. Теперь мы попадаем в это подземелье. И что же нас тут ожидает? Ожидает нас то, что нужно сфоткать. Кстати, куча Лоррейна. Я не понял, это твоя сестра что ли? Что? Так, ладно. Сфоткали кучу Лоррейна. И что у нас дальше? Внизу ничего. Так. Черт его знаю. У тебя... Куда? Ну ладно, давай так. Да, все, в принципе, понятно. Так, давайте под... А, нахерена я пододвинул. Так, косякнул. Ладно, попробуем. Так, значит, теперь мне нужно как-то нижний достать. Ну а с нижним я косякнул. Но попробуем так. Ни хрена не получилось. Да-да-да. С нижним я косякнул. Давай, двигай быстрей. Очень медленно. Очень медленно работаешь. Бля, опять косякнул. Ну да ладно. Давайте сейчас просто ниже не заберем, а вверх не потому, что отодвинем. Так, прекрасно забираем эту херню. Все, проходим наверх и смотрим, что у нас тут. Да зайди-то, блин. Стоит долбиться в стену. Палата. За палатой что-то есть, да. Ну ладно. Так, что у нас тут? Подожди. Хорошая девочка, счастье. Халгав. Аборт. Да сука, блядь, а. Вот ты ссылка. Главное, я убить его не могу. Ты хорошая. Смотри, за домом пока мне не будет. Халгав. Ну-ну. Ну-ну. Да я понимаю, что это не то. А, хав-хав-хав-хав. Твоя сестра ищет тебя. Правда? Ты видел мою сестру? Слава богу, она в порядке. Спасибо. Хорошо знать, что некоторые захватчики все же хорошие люди. Моя сестра должна быть так беспокоиться обо мне. Можешь оказать мне услугу. Если встречу мою сестру еще раз, можешь отдать ей это письмо? Да без проблем. Если она это увидит, она будет знать, что я в порядке. Спасибо большое. Ну, я бы не сказал, что ты в порядке, конечно. Ну, что поделать? Что поделать? Так, куда нас это поведет? А, понятно, на стену. Так, нам остается всего лишь два этих. А, ну вот, собственно, один от сестры. Моя сестра, где ты? А, ты? Письмо? Какое облегчение. Она в порядке? Спасибо, добрый захватчик. Ради моей сестры. Я должен терпеть. Без тебя я была бы в отчаянии. Вот, возьми. Прекрасно. Так, нам остается... Что нам остается? Последний куп нам остается. Так, внизу. Внизу я все посмотрел. Палатка. Палатка с сестрой. Склад. Склад. Не помню склад. А, все, вспомнил. Там эти лорейны сидят. Куда нам? Ну, туда нам нету смысла идти. Там выход. Ладно, давайте еще побегаем пока что. Вообще, в принципе, у меня появилась идея попробовать подорвать этот цветок. Но хрен его знает, как это будет работать. Ну, ладно, я не донес. Попробуем еще разок. Просто захватчик помешался. Ладно, давай. Ага. Прекрасно. Я думаю, мы застряли. Ладно. Так, мы, в принципе, все собрали. У нас появилось новое доказательство. И давайте попробуем пойти и написать статью по-другому. Как я и сказал, я попробую сейчас ее сделать в разнобой. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, сразу скипаем просто все. Значит, что у нас сюда это будет? Это у нас будет вот так вот. Следующая красная. Короче, будем просто чередовать. Посмотрим. Так, понятно. А там, кстати, что-то новое было. Все шесть систем, а там у меня их семь. Идиотизм. У меня есть семь частей. Мне говорят, что я вообще не справился. Блять, это какой-то абсолютный бред. Серьезно, это бред, потому что мы до этого составляли две статьи, и нормально все было. А тут, блин, вы не справились. Ладно, не суть. Поэтому всем пока. Подписывайтесь. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok